Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова У нас находится 75 точек по городу с географией от телецентра до стадиона нефтяника. Мы планируем и далее расширяться и надеемся, что не только в нашем городе данный проект будет развиваться, а также и в других городах республики Башкортостан. Все велосипеды максимально защищены от вандалов. На каждом имеется блокиратор заднего колеса, который активируется только после аренды велосипеда через приложение. Действует три тарифа – поминутный, дневной и на месяц. Минута проката велосипеда в Уфе обойдется в 2 рубля, день – в 150 рублей, месяц – в 750 рублей с определенными ограничениями по времени. Компания «Башнефть», входящая в структуру «Роснефть», запустила бесконтактную оплату топлива на своих АЗС через сервис «Яндекс.Заправки». Осуществлять оплату теперь можно прямо из приложения, что значительно упрощает и ускоряет процесс заправки. Уже сейчас на старте сервис «Яндекс.Заправки» доступен на 66 АЗС «Башнефть-Розница» в Уфе и районах Башкортостана. Он интегрирован в навигатор «Яндекс.Карты» и отдельное приложение и информирует пользователя о видах топлива, цене и оптимальном маршруте КЗС. Уже на самой заправке остается выбрать номер колонки, марку топлива и его объем. Оплата происходит также с помощью приложения. «Это серьезно упрощает процесс заправки. Не надо никуда выходить, ни с кем контактировать. Просто по навигатору выбираешь заправку, смотришь, сколько стоит топлива, несколько кликов и ты заправился. Хорошо, что большее количество заправок «Башнефть» подключается к этой системе». Сервис доступен также и для корпоративных клиентов, в том числе таксопарков, через приложение «Таксометр». Отмечу, что сейчас «Яндекс.Заправки» подключены к уже 5 112 АЗС по всей России. С присоединением «Роснефть» и количество заправочных станций на платформе «Яндекса» увеличится почти в два раза. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.